Снятие головной боли в домашних условиях А также рубрику «Зеленая кухня» Сегодня Крайнов Алексей Николаевич продолжит знакомить нас с нетрадиционными методами снятия головной боли Кроме шатсу есть еще ряд методов, которые может использовать любой человек И которые достаточно эффективны при в общем самом минимальном воздействии Ну в частности это метод, который я сейчас покажу, основан на древнекитайских... Ну то есть на китайской рефлексотерапии, будем так говорить Здесь идет воздействие тоже точечное, но не так проработка идет только определенных точек Их несколько самых ключевых точек, которые воздействуют на энергообмен и на кровоснабжение внутри головы, в головном мозге и так далее Чем этот метод отличается от метода шатсу? Он отличается методом воздействия на точки, во-первых, и количеством точек, во-вторых То есть первое, точек этих здесь несколько Второе, на них нужно воздействовать где-то в течение 1-2 минуты Если там мы воздействовали 5 секунд, то здесь идет воздействие всего лишь То есть уже более длительная, более тщательная проработка каких-то определенных конкретных точек Но мы не будем говорить о многих точках, мы будем говорить только о тех, которые наиболее эффективны в этой области И наиболее, да, если они при этом являются болезненными еще достаточно, то тем более на них нужно воздействовать с большей тщательностью Итак, первая точка, которую мы будем воздействовать, это точка находится вот как раз между бровей в основании носа Вот Мы воздействуем на нее опять же тем же методом отягощения То есть в один палец одной руки накладываем на него палец другой руки и как бы двумя руками осуществляем воздействие Так, Леша, чувствуется? Больно что-то? Чувствуется Чувствуется, хорошо, вот примерно вот такими вот вращающими, легкими вращающими движениями с надавливанием В течение около 1-1,5 минут мы воздействуем на эту точку Это также можно самому себе воздействовать? Конечно, безусловно, вот так вот берешь пальцем и начинаешь воздействовать на вот эту точку самостоятельно То есть как бы головой упираешься в свой палец То же самое в течение 1 минуты, вот таким вот образом Дальше, есть точка, которая находится вот на самой-самой макушке Тоже по той же самой серединной линии головы, которая идет от носа через серединную голову Вот на самой макушке, где как раз у нас раньше у детей здесь бывает родничок Вот в этом месте И чуть-чуть повыше есть еще точка болезненная Леша, где тебе больно? Я так понимаю, это... Вот здесь больно? Да Это обязательные точки Это точки желательно воздействовать на... Их надо желательно, по крайней мере, проверить Если они сильно болезненные, значит на них воздействовать обязательно Вот Еще две точки находятся вот здесь Вот граница как раз там, где начинается первая-вторая боковая линия головы То есть там, где у нас граница роста волос, вот эти вот залысины Вот в этом, вот в этих местах находятся очень важные точки Которые очень часто помогают, воздействие на них очень хорошо снимает головную боль Вот Сколько точек всего? Ну и еще зависит, это ведь, где конкретно головная боль Вот это чего еще зависит То есть если головная боль, допустим, вот лобно-затылочная, то этого уже достаточно Если она находится в височно-теменной области, то здесь есть точки вот над ушами Очень тоже болезненные, которые можно найти И точки под ушами также точно Так же... Точки должны быть только на голове или еще? Нет, нет Так же безусловно, с точки зрения восточной рефлексотерапии Очень хорошее воздействие на, допустим, головную боль оказывают точки, которые находятся на пальцах На кончиках пальцев, так называемые ши-суань То есть это точки, которые непосредственно связаны с головой И воздействие на них производит активизацию всего головного мозга То есть активизацию кровоснабжения в голове и так далее То есть устраняются как бы те причины, которые эту головную боль вызвали Ну и еще очень важная точка, которая находится на руке Это точка, которая находится вот в углублении между первым и вторым пальцем Вот она Это очень важная точка, которую можно применять не только при головной боли, но и при абсолютно любых заболеваниях Воздействие производится как бы с двух сторон То есть находится здесь самое болезненное место И производится массаж этой точки в течение минуты-полутора Как правило, этого массажа, вот этой точки достаточно для того, чтобы головная боль очень значительно уменьшилась или исчезла совсем Но это в простых случаях головной боли, которая связана с переутомлением, со стрессом, со стеохондрозом, ну и так далее Сейчас мы покажем два старинных народных способа для снятия головной боли Итак, один из народных способов, наиболее интересных и надежных, которые используются для снятия головной боли Это использование лимонной корочки Вот, снимается корочка лимона верхняя Причем желательно снимать ее очень тонко, так, чтобы белая мякоть вот этой лимонной корочки тоже была снята То есть только сам вот этот поверхностный желтый слой И наклеивается на височную область головы Вот таким вот образом Прижимается и остается здесь до тех пор То есть сама мы вот сейчас отпускаем, отпускаем пальцы И если голова болит, если есть потребность в таком методе воздействия, то она будет оставаться здесь Сама как бы прилипая и держась до тех пор, пока есть в ней необходимость Вот, то есть прижимаем и оставляем ее до тех пор, пока не отпадет Кроме этого, есть еще один очень хороший способ, который используется уже с древности Используется он и в тибетской медицине, и в китайской, и в древнерусской медицине Это использование меди Ну, поскольку медь у нас так просто достать сложно То лучше всего найти где-нибудь медные пятаки до 1961 года выпуска Потому что состав этих пятаков, этих монет, соответствует тем целям, для которых мы хотим их использовать То есть там как раз медь такого именно качества, которое оказывает лечебные действия Но я в данном случае взял вообще древние, дореволюционные медные пятаки Потому что они, естественно, еще выше там состав меди И таким же образом мы воздействуем на височные области То есть получается медь как бы берет на себя боль Да, и вообще здесь очень интересно То медные пятаки можно использовать не обязательно на височной области, но именно на том участке, который больше всего болит Прижимать к нему Допустим, если боль в затылке, можно прижимать к затылку Если боль в теменной области, можно прижимать к теменной области и давить Ну, наверное, все знают, что после какого-то синяка, если его помассировать медным пятаком То он очень быстро проходит и не оставляет таких следов, которые он оставляет обычно без подобного воздействия Вот эти методы очень перспективны, каждый может их использовать в своей практике Сегодня мы продолжаем рубрику «Зеленая кухня» Летняя пора уже давно в разгаре И мы хотим вас познакомить с народными рецептами зеленой кухни Приготовленными из трав, которые в буквальном смысле растут у нас под ногами А рассказать и приготовить нам поможет Оксана Владимировна Оксана Владимировна, что необычного вы можете предложить нашим телезрителям? Сегодня я хочу вас познакомить с несколько, может быть, необычными для вас рецептами Салатов из трав лопуха, подорожника и крапивы Не все, не многие вернее знают, сколько целебных лечебных свойств содержится в этих растениях А найти их не так сложно Лето на дворе Мы большую часть свободного времени проводим на природе, в садах, огородах, на дачах Где можно легко отыскать эти растения Первое, о чем я вам сегодня расскажу Это как приготовить салат из подорожника и крапивы Что необходимо нам для приготовления первого салата? Для салата из подорожника и крапивы нам потребуется Одна часть подорожника, одна часть крапивы Одна неполная столовая ложка хрена Одно яйцо Ну а также по вкусу в этот салат можно добавить листья петрушки, салата, можно даже огурец Мне кажется, что подорожник и крапива все-таки горькие травы Как избежать эту горечь? Да, после того, как мы помыли травку подорожника и крапиву Ее нужно подержать в крутом кипятке Не менее, вернее, одной минуты Для этого мы травки Ложим в сито Чтобы нам удобнее было это делать Мы их накладываем в сито И опускаем в кипяток То есть это можно делать и в ситечке, а можно просто прямо в кастрюле с водой, наверное? Да, можно даже просто в кастрюле, но просто в сите это делать удобнее Видите? Здесь не обжечься Вот, травку помешать, чтобы она вся у нас хорошенько ошпарилась Чтобы из нее вышла вся горечь Крапива, чтобы не жглась Какие целебные свойства в этом салате имеет, например, крапива или подорожник? Да, крапива имеет очень много целебных свойств К примеру, крапива очень повышает свертываемость крови Увеличивает количество гемоглобина Количество тромбоцитов, эритроцитов в крови Также снижает концентрацию сахара в крови Что очень полезно для больных, страдающих сахарным диабетом Ну и укрепляет организм, как общеукрепляющее действие То есть еще можно даже для профилактики использовать крапиву Не обязательно в случаях какой-то серьезной болезни? Да, конечно, можно и для профилактики, это не повредит А в сочетании с подорожником какой эффект получается? Ну подорожник у нас имеет такое действие, как То же самое кровоостанавливающее, бактериостатическое действие Оказывает ранозаживляющее Полезен для больных, страдающих хроническими бронхитами Заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта Я смотрю, после кипятка крапивы и подорожники Как-то уже уменьшились размеры и стали помягче Да, теперь уже их можно Выключаем воду Сделать нужно, чтобы водичка стекла травой То есть она немножко должна у нас остыть Наверное, подождать, когда остынет Да, для того, чтобы можно было ее хорошо нашинковать Удобнее Вот, откидываем ее Тем временем, когда подорожник и крапива остывают Мы приступаем к порезке салата Режем огурец Нарезаем лук Петрушку Также порежем яйцо После того, как подорожник и крапива остыли Мы тоже должны их нашинковать Но нашинковать я рекомендую вам помельче Крапива и подорожники же стали мягкие, да? Да, они стали мягче значительно Уменьшились в объемах Вот, все компоненты готовы для нашего салата Все мы порезали Теперь мы все это должны смешать Выделать наш салат Накладываем в салатницу Ко всему этому теперь нам нужно добавить Две чайные ложки хрена То есть я поняла, для диабетиков салат этот вы рекомендуете в первую очередь Да, 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 потому что он очень снижает концентрацию сахара в крови Теперь мы заправляем все это сметаной Таким образом, избежав таблеток, мы переходим на травы Да Натуральные средства Естественное питание Вот, салат наш готов Салат с подорожникой крапивы Следующий салат, это салат из лопуха Что помимо лопуха нам понадобится еще в этом салате? Нам понадобится две чайные ложки хрена Чайная ложка уксуса Луковица Можно добавить сюда один помидор Ну и также заправить сметаной по вкусу Лопух мы также должны обдать кипятком Да, прежде чем покрошить его в салат, мы должны его подержать не менее трех минут в кипятке То есть уже немножко подольше, потому что мне кажется, что лопух жестковат, чем крапива или подорожник Да, он, во-первых, горьковат, ну и жесткий, он станет помягче Мы точно так же, таким же образом погружаем его в сито После того, как мы подержали лопух в кипятке Мы сливаем воду Опять даем остыть Да, и даем ему остыть Пока он остывает, мы начинаем шинковать Помидор, лук В этом случае уже не зеленый лук мы используем, а именно репчатый Да, репчатый лук Для этого салата подойдет больше Хотя можно, конечно, и поэкспериментировать Кому-то, может быть, понравится зеленый лук Лопух также имеет очень много целебных свойств Во-первых, он оказывает мочегонное, патагонное действие Так же, как и крапива, снижает концентрацию сахара в крови Помогает при болезнях желудка, водянки, холецистите Затем мы режем помидор Вот, мы нарезали Тем временем лопух уже остыл Выкладываем его И тоже режем, шинкуем как можно мельче Конечно, это все необычные салаты для наших телезрителей И хотелось бы, конечно, чтобы они понравились После того, как мы все это приготовили Все нарезали, нашинковали Начинаем приготовлять салат То есть сейчас мы добавляем уксус Да Хрен Теперь мы добавим сюда Две чайные ложечки Или одну столовую ложку хрена Чтобы придать остроту салату Затем Одну чайную ложку уксуса Только не эссенции, пожалуйста, не путайте Именно уксус То есть разбавленный Да, да И заправляем все это сметаной Вот таким образом мы приготовили сегодня два салата Это салат из подорожника и крапивы И салат из лопуха Что же у нас получилось судить нашим телезрителям Итак, наша третья передача подошла к концу До новой встречи и всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому